В филиале номер один Брестской детской стоматологической поликлиники ежедневно встречают самых важных пациентов – маленьких жителей нашего города. Именно поэтому с первых шагов в этом учреждении здравоохранения понятно – кариес и коронавирус здесь не проскочит. А ответственность за квалифицированный персонал и за юных посетителей лежит на хрупких плечах заведующей филиалом Екатериной Алексеевой, которая и сама напряженно трудится и организует работу всего коллектива в период непростой эпидситуации. Мы адаптировались работать в этих условиях и в общем-то с июня месяца мы оказываем все виды стоматологической помощи, но с учетом эпидситуации. Поток людей в марте, конечно, был меньше, люди как-то немножко насторожились и боялись, но опять-таки жизнь идет и все наши текущие проблемы никто не отменял. Зубы болят у детей и они нуждаются, так скажем, в лечении зубов. Поэтому на сегодняшний день я бы не сказала, что как-то снизился поток. Цель работы вообще нашего филиала – это оказание стоматологической помощи детскому населению города Бреста. Мы оказываем терапевтическую помощь, хирургическую помощь, ортодонтическую, также лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей и также профилактика стоматологических заболеваний у детского населения. А работают с этим детским населением 19 врачей-стоматологов, 7 зубных фельдшеров и 35 работников среднего медперсонала. Стоматологический кабинет – самый ответственный участок работы. Именно здесь пролито много горьких слез, сожаления о съеденных шоколадках, карамельках и любимых чупа-чупсах. Ведь это все они – виновники кариеса. И отсюда выходят те же самые маленькие пациенты с радостной улыбкой. Благодаря таким чутким и опытным врачам, как Диана Курлович. Я почти 4 года в профессии. Очень нравится работать. Профессия довольно-таки сложная. Детям нужен особенный подход каждому. И лечение детей, я предполагаю, я даже уверена, что возможно, просто каждому ребенку должен быть свой доктор. Врач-стоматолог имеет целый арсенал приемов убеждения малышей. От уговоров и ласковых слов до пломбирующего материала с яблочным, клубничным и шоколадным вкусом. Стараешься найти подход к малышу, заинтересовать его, переубедить, как-то объяснить. Потому что бывает у ребенка где-то был, не срослось с доктором, он боится. Или его напугали старшие братья, сёстры. И находишь. А то, что мы наблюдали, есть разных вкусов пломбы, какие предлагаются сейчас на выборах? Конечно, конечно. И яблочные, шоколадные, клубничные. Наши детки, все, которые у нас лечатся, они в принципе все довольны. И уже, как правило, у каждого малыша есть свой доктор. То есть бывает такое, что у меня может он лечиться, у другого не будет лечиться. Как правило, это в основном так. Я носить тикварич? Нет. А было больно или нет? Нет. Какие тебе пломбы поставили, с каким вкусом? Клубничные. Клубничные. А еще? Шоколадные. Шоколадные. В период коронавируса, насколько вы считаете, защищенность в данной поликлинике соответствует требованиям и нормам? Как вы себя чувствуете вот в этом плане? Ну, нормально, хорошо, я считаю. Проверяю температуру, ну, все, что положено, все делают. А это кабинет для самых храбрых маленьких пациентов. Потому что здесь работает врач-хирург-стоматолог. Его мужественные ловкие руки виртуозно владеют таким страшным инструментом, как металлические щипцы. Это специальные щипцы для удаления молочных зубов на нижней челюсти. Вот, применяются, естественно, они у детей. Бывают дети разные, бывают сложности с учетом их поведения. Вот, ну, как-то с этим всем справляемся. Конечно, каждому надо какой-то свой подход найти. Вот так и работают мастера улыбок в белых халатах. Несмотря на сложную эпидситуацию и в любую пору года, каждый из сотрудников детской стоматологической поликлиники вкладывает душу в свою профессию и дарит здоровье маленьким пациентам. Продолжение следует...